будут такие времена когда вы будете кого-то консультировать перед тем как они вступят в если вы это будете делать делать обратите внимание на то как они собираются решать конфликты если вы консультируете того кто верующий и они хотят вступить в брак с неверующим человеком пытайтесь отговорить если это возможно потому что павел об этом говорил чтобы не соединяться с неверующими если я думаю что если бы вы не допустим не выходили замуж за неверующим но у вас были встречи или свидания с неверующим также будут такие случаи когда вы будете консультировать тех кто только уже женился и и это может быть вызовом помните что мы концентрируемся или обращаем внимание на личности в браке поэтому мы хотели бы видеть их полностью в созу то есть полноценными если они по отдельности исцелены и полноценны у брака есть больше шансов быть успешным одна из вещей которые говорил кирка напомнила мне что-то и это я получила вот своей невестки недавно я не помню в этот тогда учил кирк в церкви или я но мы начали делиться нашим свидетельствам и когда все они собрались есть машина чтобы ехать домой внук сказал что он не слышал всю историю это похоже для меня как такая старая история но такие некоторые из таких историй они как бы пророческие для следующих поколений они видят нас как 64-летних зрелых христиан кем мы и являемся я не знаю как это точно провести перевести но он был хейл рейзер это что-то такое нечто особенно в старшей школе он был диким и он пил очень много пива когда он еще был молод и он во всем был не успешен был в проблемах мы не рассказываем такие истории когда мальчики были маленькие потому что мы не хотим чтобы они копировали вот это но теперь когда они постарше будет важно если они будут знать что мы не всегда были такими зрелыми верующими христианами кем мы являемся сейчас чтобы это тогда когда мы делимся своей болью потому что грех он приносит боль поэтому иногда когда слышать от нас история это хорошая вещь и когда мы рассказываем как бог нас взял и вывел в первый или второй вечер я вам рассказывала историю о жене пасторе которая пережила измену я хочу вернуться и рассказать вам окончание или конец этой истории потому что это такая первая ситуация с которой мы столкнулись в общении с неморальными взаимоотношениями я даже не имела никакого представления что такая ситуация может возникнуть в церкви я была благословена тем что я была другом обоим людям в этой ситуации я увидела обоих их лично отдельно которые проходили через покаяние женщина из этой ситуации рассказала мне она слушала запись песни из христос для народов и она имела личную встречу с господом она сказала господа ты будешь делать то что ты должен делать в моей жизни чтобы я не приносила боль своим детям у меня была такая привилегия увидеть ответ на эту молитву сейчас ей 80 лет лет и она до сих пор служит господу и бог восстановил брак и продолжал восстанавливать все остальное молодой человек из этой ситуации он также позволил господу работать с ним и он также прошел через глубокое покаяние и бог восстановил его брак и его взаимоотношения они не были в одной и той же общине на протяжении лет но где-то через 30 лет они служили в одной общине и бог действительно произвел исцеление в обоих поэтому это может быть исполнено но это трудно для тех людей которые вовлечены в такие ситуации когда мы вместе через это проходили я не видела благословление в том чтобы слышать такую информацию ее было очень много и где-то нам было около 35 лет и мы на протяжении 35 лет работали с такими сложными ситуациями но когда я обращаюсь обратно я благодарна за такой опыт потому что этот опыт дал мне возможность понимать слабости людей и я осознала то что бог может восстанавливать если сердце правильное и я знаю то что и вы также знаете что не всегда все восстанавливать не всегда все можно починить и когда кто-то оступается то это влияет на все тело и это также тогда когда мы должны проявлять прощение таким ситуациям в нашей сестринской общине в другом городе одна сестра была она увидела на компьютере порнографию в офисе церкви у одного лидера лидерство церкви решила этот вопрос очень красиво по писанию но это повлияло на всю поранило всю общину и эта церковь община имеет общины в разных городах потому что мы прошли через такие ситуации около 30 лет назад и у нас есть возможность способность помочь молодым лидерам решать вопросы в своих общинах и даже тогда когда мы проходим через те вещи которые могут ранить нас это действительно может быть благословением Кирк хочет поделиться тем что он имеет и он обучался он этому научился в девяносто втором году мы меняемся стульями мы меняемся стульями и мы продолжаем говорить о отношениях о взаимоотношениях браке семьи наши земные родители и взаимоотношения в церкви в теле мессии и я сейчас говорю говорить непосредственно о том как мы действуем в взаимоотношениях в теле мессии если мы придем в будущем о полноценном учении о СОЗО то это это важная неотъемлемая часть СОЗО и как мы уже знаем что СОЗО оно говорит о высвобождении и прощении с целью того чтобы у нас было больше свободы есть непосредственно очень сильная связь между тем прощением которым мы высвобождаем и той властью и силой которую мы имеем в вхождении и неважно кто нас ранил и с какой он позицию занимал мы будем ходить в ограниченной свободе если Иешуа простил нас он ожидает чтобы мы делали то же самое для других и тогда мы будем в безопасности чтобы Иешуа сможет доверять нам со Своей властью я знаю многих людей в теле мессии которые приняли от Господа свое призвание и они сделали очень много вреда потому что они больше действовали по правилам чем против правил чем ради взаимоотношений в Евангелии от Луки 7 глава есть история о женщине которые простили очень многое и Иешуа был в доме Симона и эта женщина начала омывать ноги Иешуа и помазывать его елеем и его голову и Симон задавался вопросом какая власть у Иешуа потому что если он был бы кем-то то он бы не позволил этой женщине не почитать его и Иешуа полностью изменяет или поворачивает эту историю а Иешуа ответил я буду почитать эту женщину потому что ей прощено очень многое а то что Симон не проявил то почтение то он это не ценно в 47 стихе в 48 стихе написано что он ей сказал что прощаются тебе грехи я знаю что мы все достаточно зрелы чтобы знать что все наши грехи прощены я просто хочу чтобы вы сейчас высвободили это посмотрите на кого-то и скажите что твои грехи прощены помните что значение слова прощен или прощены это отосланы отделены это выглядит достаточно просто но когда мне действительно кто-то ранил мне нужно об этом подумать и действительно ли я хочу его простить и отослать отделить от него эти грехи и сердце оно является частью нас и оно влияет на наше решение и поэтому оно становится частью нашей идентичности посмотрите внимание на 50 стих Иисус уже сказал что твои грехи прощены но в 50 стихе он говорит этой же женщине вера твоя спасла тебя как вы думаете какое оригинальное слово спасла на греческом это созо да созо да созо слово созо означает полноценный или полный иногда освобожденный я хочу чтобы вы увидели разницу между быть прощенным и быть полноценным целостным мы все знаем в теле мессии что все прощены и что еще простил наши грехи и теперь мы понимаем что есть процесс который ведет нас к целостности или если мы хотим говорить по-другому то к освобождению иными словами я хочу быть освобожденный от тех своих вещей которые приносят мне боль да я должен быть прощенным потому что у меня были и у меня есть грехи но мне нужен и шоу который мне говорит что активация или исполнение моей веры оно дает большего я верю что вера она исполняется тогда когда мы прощаем людей и это ведет в более близкие взаимоотношения с Богом Отцом аминь видите разницу возможно и так же я хочу поговорить о трех типах взаимоотношениях в которых мы нуждаемся в теле мессии и так же это соотносится с вашей идентификацией с личностями в Троице я уверен что вы уже слышали об этом учении все мы нуждаемся в духовных отцах нам нужен нам нужны Павлы которые будут смотреть за нашими жизнями также нам нужны Тимофеи которые которые к которым будут проговариваться будет проявляться наставничество это и всем нам нужны Варнабы они проявляют утешение друзья поэтому все мы нуждаемся в отцах нам нужны сыновья или дочери и всем нам нужны друзья это те взаимоотношения в которых мы нуждаемся и которые нам необходимы иметь мы должны молиться за такие взаимоотношения и ожидать их искать их я не говорю о том когда если вы занимаете какую-то позицию в церкви что вы выбираете себе сына и теперь он вас должен обязан слушать я еще раз напоминаю что так как вы ведете себя в ваших семьях так оно будет влиять на то как вы ведете в общине Духовные отцы как апостол Павел они дают нам жизнь они могут быть теми кто привели нас к вере чтобы мы стали верующими это может быть также пастырь который находится в другой общине и с которым у вас сейчас нет взаимоотношений вы могли бы даже уйти из такого собрания но если вы ушли из такого собрания то вам нужно простить таких отцов если что-то они сделали по вашему мнению неправильно то о чем я говорю пытаюсь донести что разные люди имеют разные как бы мысли в сердце также поговорим о том что также духовные отцы делают они дают нам жизнь они ведут нас иногда они нас корректируют исправляют а иногда они нас дисциплинируют и они становятся они являются для нас примерами давайте теперь посмотрим на сыновей как Тимофей Тит да, Тимофей Тит если вы захотите местописание 1 Коринфянам 4 4 глава с 14 по 17 стих но у нас сейчас нет времени чтобы прочитать но в 17 стихе Павел говорит церкви в Коринфе я посылаю вам Тимофея он мой возлюбленный он верный сын он напомнит вам о моих путях вы не можете напомнить если вы не покажете того кто ходит ими и он будет учить таким образом как и я учил и вот некоторые вещи о сыновьях они любимы они верны они обучаемы и они достигают как отцы как Кэрин учила пару вечеров назад что сыновья дети они как стрелы которые идут летят или идут дальше чем отцы и некоторые из вас могут увидеть что у вас есть сыновья которые не верны нам важно иметь ответственность как отцы и матеря чтобы иметь способность и возможность говорить к нашим детям или духовным ты верный ты обучаемый даже перед тем как они оступились они не должны ожидать от нас чтобы мы им сказали ты недостаточно верный и потому что я верю что ответственность начинается с отца вы пожинаете то что вы сеете это не тот случай когда я нахожу какого-то верного сына и называю своим сыном если я хочу быть хорошим духовным отцом я начну с того что я буду говорить что и ты верный ты обучаемый ты научишься многому со мной и у меня есть много опыта стив бэклэн который жил много лет назад я услышал о котором упоминала керен я слышал от него следующее он жил в том городе где были золотые запасы и он заметил что когда в конце дня рабочие приходят домой они не говорят о том сколько много грязи они перенесли в тот день они говорят о том сколько много золота они нашли в этот день они могли бы перенести в тот день миллионы паундов грязи и камней тебе бы следовало увидеть сколько я грязи и камней перенес за день о я думаю что мы там целую гору перенесли за целую гору не мы не говорим о грязи мы говорим о золоте я нашел сегодня один грамм золота ценность золота она не сравнима с тем количеством глины грязи камней который было за целый день перенесена поэтому грязь и камни они выглядят они отражаются с грехом и ситуациями в наших жизнях и то что он заметил что люди не говорят сколько много грязи и камней вы перенесли в их жизни но так как более важно чтобы когда вы смотрите за за тем золотом в их жизни каждый из нас он находится где-то в грязи но из-за этой грязи есть часть золота, часть Бога, божественная часть в вас поэтому если есть такое место когда вы говорите что я не могу простить кого-то это означает что я больше не хочу тратить времени чтобы искать золото в ком-то мы те кто ищем золото и вы найдете его когда вы будете продолжать прощать и отсылать грехи помимо того что это большая ответственность это огромная власть в жизни я знаю что прощение это то чего учил нас Ишуа что нам необходимо делать но чем больше мы прощаем других людей тем больше мы будем убирать грязь из людей чтобы видеть больше золота я не говорю о том что вам нужно открывать себя и позволить другим людей унижать вас и приносить вам боль есть люди с которыми нужно устанавливать границы многих людей которых я видел в Одессе они имеют ограждение вокруг своего двора и вам необходимо подойти к двери и постучать в нее в Техасе если вы идете к дому даже в середине ночи вы можете быть застреленным поэтому лучше вот стучать в двери могу ли я войти если мы будем поступать так с другими людьми я верю надеюсь что они будут так же поступать с нами и это такое почтение друг к другу какие бы не были у нас взаимоотношения теперь давайте посмотрим на таких друзей которые вдохновляют как Варнава они верят в вас даже когда никто больше в вас не верит они считают что вы победитель в своей ситуации они поддерживают вас и очень часто они ожидают наилучшего верят в наилучшее вот к чему я хочу вас привести я верю чтобы вы пересмотрели посмотрели как вы относитесь с теми взаимоотношениями которые у вас есть и вам также нужно осознавать и понимать как другие люди смотрят на вас кто мой духовный отец это касается и женщины могут быть духовными отцами кто же мои духовные сыновья а кто мой друг который меня вдохновляет очень часто это бывает трудным для тех кто занимает разные позиции но даже если я пастырь общины это не означает что каждый кто приходит со мной поговорить рассматривает меня как их духовный отец они могут говорить что я просто ожидаю что ты будешь меня верить и вдохновлять но если они будут относиться ко мне как отцу тогда я могу задавать им вопросы или даже я могу их исправлять так как поступают отцы и тогда они смотрят на меня они тогда отвечают я пришел только для того чтобы получить вдохновление от себя а ты меня исправляешь и у нас также были ситуации когда мы только начали пастырское служение в общине и один мужчина пришел и сказал что у него есть большие проблемы в его семье и они были серьезными и мы ответили так как пастыря как отцы вот что мы собираемся сделать и вот что ты должен сделать мы отделим тебя на некоторое время и у тебя не будет контакта с общиной некоторое время для безопасности всей общины и его слова в тот день были я пришел к тебе за помощь а ты сделал еще труднее ты больше еще возложил на меня мы тогда это не сказали но мы действовали как отцы потому что он нуждался в этом исправлении а он тогда ожидал что нет все хорошенький все будет хорошо что мы тебя поддержим и все будет хорошо но они были настолько серьезны чтобы их игнорировать а этот мужчина с его супругой и его детьми до сих пор есть в нашей общине я не видел чтобы так работало очень часто но причина по которой он так сработал это не то что мы такие великие духовные отцы это было благодаря тому что в его сердце было понимание что ему нужно сделать да у нас есть люди которые нам в жизни нужно простить и простить их тот ущерб который они нанесли если они говорят что вы не дали нам достаточно утешения поддержки но вам просто нужно высвободить это прощение которое им нужно или этот человек не понимает моего дара и он просто не высвобождает но вы возможно в этот момент относитесь к нему как отец относится но если вы к нему относитесь по другому как друг так сказав что о я рад что ты пришел как вы должны простить ему не за то что они что-то конкретно сделали неправильно но в том форме что они не ожидали не проявляли должного уважения к вам как которое вы от них отжидали очень часто я пытаюсь быть чувствительным я не задаю много вопросов но я пытаюсь быть чувствительным если кто-то приходит ко мне за советом или за молитвой после церковного собрания если они задают вопрос такой пастор что же мне нужно сделать и они перечисляют свои проблемы я хочу быть чувствительным и задаю им вопрос как ты на меня смотришь что ты от меня ожидаешь потому что если они просто хотят какое-то слово вдохновения я могу просто их благословить и сказать иди с миром Бог тебя благословляет но если они видят во мне духовного отца и они являются сыном тогда я могу сказать нет 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 мы нам нужно я говорю вас не терапись нам нужно с тобой отдельно встретиться и у меня есть ряд вопросов которые необходимо задать но если я не буду в этом вопросе чувствительным я могу их таким образом ранить потому что если они не видят во мне духовного отца то мне нужно действовать как варнава поэтому нужно обращать внимание на то как люди на нас смотрят и какие же отношения они ожидают от нас и не всегда они будут оставаться прежними вы знаете что есть разные сезоны периоды времена года поэтому вы можете проходить через разные времена с одним и тем же человеком и они могут вдруг сказать почему Кирк был настолько приятный потому что в прошлый год когда он меня видел он был мной недоволен я ему говорю просто я был такой я был таким же как и раньше но может быть мое влияние на него но произвело изменения и теперь у нас другие отношения как с варнавой я не говорю о том что я ожидаю что они будут называть меня пастырем но даже пастыря нуждаются в дружеских взаимоотношениях на самом-то деле пастыря нуждаются в большем количестве друзей чем они имеют потому что это может быть очень трудным место они постоянно беспокоятся о том как они проговаривают вещи чтобы они не осуждали и поэтому целостная или главная идея СОЗО заключается в прощении Павел про это говорил в 1 Коринфянам 4, 18-21 посмотрите в это позже Павел говорит что когда я вам прихожу я не только хочу знать ваши слова и ваше общение но духи или силы которые стоят за этим поэтому он говорит о тех людях которые подвластны духом это как будто тех людей которые они постоянно вдохновляются и он потом говорит что царство оно не в слове но в силе поэтому я хочу оставить вас с мыслью и когда вы высвобождаете людей от обязательств перед вами или их грехов вы задействуете силу царства а царство имеет огромную силу и огромную ответственность поэтому нам нужно понять и изучить это чтобы быть аккуратным благодарим тебя отец Господь мы просто высвобождаем это в нашу жизнь хождение в прощении и в великой силе твоего царства во имя и шоу аминь перерыв аминь аминь и аминь 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 и аминь и аминь аминь